Уборка территорий Директор компании Жилищник 6 Здравствуйте Давайте посмотрим материал Это как раз у вас там проводились мероприятия И продолжим наше обсуждение Проведение субботника с жителями домов Обслуживаемых управляющей компанией Жилищник 6 Несмотря на холодную погоду Люди все-таки вышли на уборку своих дворов У нас, наверное, с детства Как-то нас приучали, воспитывали Что субботник это такой некий праздник Всегда родители Нас приучали выходить на него Делать окружающее пространство, город чистым Поэтому каждый год мы выходим И благодаря нашей управляющей компании Поддерживаем как-то двор в чистоте Поддерживаем этот подарок Который нам подарил Газпром в чистоте Чтобы дети в преддверии летнего сезона Приходили сюда, радовались, играли На этой замечательной площадке Которую мы как можем Стараемся содержать в первозданном виде В субботнике приняли участие активисты Общественных организаций Мы уже не первый год Принимаем участие в наших городских субботниках И мы неоднократно убирали территории на разных территориях А в этом году решили попробовать Поработать с управляющей компанией Жилищник 6 И вы знаете, очень приятно так удивлены Во-первых, ну замечательно Нам выдали хорошие рабочие инструменты Нам обеспечили всем необходимым Видно, что народ болеет за чистоту в городе И мы с огромным удовольствием работаем Настроение хорошее Ну и я думаю, что все мечи, которые смотрят на нас из окон Ну, наверное, присоединятся когда-нибудь Потому что чистота в городе, это очень важно Александр Михайлович, ну как вам удается туда заманить? Вот я еще раз говорю Мы проводили субботник, я вышел Еще один житель нашего дома вышел Через день вышел мужчина, который дежурил в этот день Во время субботника, он тоже убирался И пожилой, как бы, житель дома тоже Который, ну еще помнит советские времена Он тоже вышел, поубирал Вот нас четверо Больше никто не появился на уборке территории Особенно родители, у которых дети там играют Никто Ну и мне тоже сильно похвастаться нечем Потому что, ну, намного стало пассивнее участие собственников в территории Считают, мы деньги платим Да, вот многие мне так и заявляют Что мы управляющей компанией платим деньги Они должны все убирать Когда объясняют, что они должны убирать то-то и то-то А вот вся большая территория, которая сейчас приватизирована домом И является собственностью Не обязан ее дворник убирать Ну, вот это вот люди не слышат Ну, там, где мы видим, дворник не справляется Просто мы вот, начиная У 22-го был собак Мы 15-го вышли коллективом Работали на Степана Разина 3 Там у нас детская площадка Подарена Газпромом Ну, мы ее привели в порядок Помыли Показывали там Снимали Да, да, да И, ну, тоже территория большая На соседнем доме ремонт капитальной был крыши Тоже там зимой все это снималось Ну, очень много мусора И грязи Грязи Ну, мы даже не успели за 22-го А уже 20... Ой, это, смотри, 15-го 15-го, да 22-го вышли Окончательно Продолжили, да Сделать А вообще, Александр Михайлович, часто приходится убирать Вот за домами, на которых проводится капитальный ремонт Там кровли, фасады Да нет, они практически все сами убирают, увозят И я даже вот был в Октябрьском районе, там, в Чикавовском Посмотрел, дом тоже был, у нас главбух живет И там идеально убрали, они помогли Ну, а все уже под метелочку, остальное дворник сделал У нас тоже за собой они убирают все К ним нет претензий по уборке Вот это, бульвар, ну, три, я говорил тогда Тоже сделали, все, пришли И еще потом они, уже после передачи Они приходили, там, еще старший попросил До конца Помогли до конца уже, там, все Идеально Насколько вам помогает вот эта техника, которую вы закупили в проведении таких мероприятий? Ну, техника, это очень хорошо Как без техники? Вот четыре самосвальных и мусоровоза, пять машин, которые мусором занимаются То есть не вариант брать подрядчиков или что-то еще? Два погрузчика, да зачем, все свое Если, наоборот, у нас просят, у меня список Сегодня там звонят, там вывезти, там вывезти ТСЖ рядом, которые с нами находятся на самообслуживании На самообслуживании? Да, все равно к нам обращаются, мы постоянно заняты Или если там это, на следующий день обещаем, там, через день видим, какой объем работы Просто так, все равно, и дворники, и вот мы выходим, в эту субботу работали, 29-го Потом все это вывезли сразу же в этот день Мусоровоз был Постепенно? Нет, мы в этот, отработали все, что мешки Ну, он прессует себя, а не то, что там в грузовик набросал, там, 50-60 минут и больше А здесь он 150 запрессует и увезет То есть это гораздо удобнее, ни с кем не надо договариваться Жители, еще раз, вот какая система? Вы вначале оповещаете старших по дому, да? Ну, объявления повешали, да, ну и общаемся с старшим по дому Ну, они потом сами выходят, кто-то вечером там убрали напротив своего Владельцы машин там тоже немножко там помогают Как бы все равно они чувствуют, что вот люди не пользуются территорией, а не пользуются Покраска? Пока ничего еще не красили Белить начали бордюры, белим все До покраски еще это Холодно, это потом краска, надо на теплу красить То есть бордюры, получается, и деревья, да, у нас? Ну, деревья кое-де начали красить Ну, как-то сейчас не приветствуется покраска Раньше, я помню, всегда у нас два раза в неделю мы белили бордюры и деревья Да, я помню, это красиво выглядело Потом посчитали, что это как бы не совсем нужно Ну, я не знаю, кто посчитал, но я вот вижу Мне нравится красиво Управляющие компании очень много делают И, как сказать, там же и от грузунов всех этих, от этих, как их, вредителей все это делается Дерево-то Но, скажем так, вот эта система, она немножко отходит в прошлое, да? Вот, ну, скажем, по-советски А сейчас приходит, ну, другая, наверное, которая устанавливается управляющими компаниями У каждого своя система То есть, насколько я знаю, у вас это, ну, вот вы и сказали, 15-го числа, 22-го У вас это рутинная работа, которая постоянно То есть, у вас спланированы вот эти мероприятия по уборке территории, они и летом, и осенью? Ну, с мусором сейчас заканчиваем Будем красить, там, белить, дальше малая форма приводит в порядок Вот насчет детских площадок и малых форм, что планируется сделать еще? Ну, есть где-то порушенные, там, доску оторвалили, что-то там даже согнули Все восстановим, покрасим Песок в песочнице старый вывезем, новый завезем А, то есть, вот такая система Ну, вот мусора не будет, транспорт нужно задействовать Будем ввозить Чтобы не проставило А потом, ну, уже начали землю ввозить, там, на Ангарску завезли Для цветов? Для цветов, да, для клумб А вообще, вот, как это, жители сами покупают эти цветы? Или вы... Нет, ну, они как, пишут заявление, что просим на дом две земли Или просто заявку пишут, что... А мы по заявке завозим, а потом это все финансово, наверное, учитывается Ну, вместе с жильцами из текущего ремонта, наверное, снимается все это, да? Ну, есть, даже пишут, у нас отдельная строка есть и деревья, и земля А, есть, да? Снег есть отдельная статья у нас То есть, вы уже ввели это в тариф? Структурой платы, да Ну, некоторые это как бы игнорируется, когда принимается А потом нужно, ну, без проблем Видят у соседей? Решаем тоже так же У вас, вы привлекаете своих работников для проведения таких работ? Я имею в виду, и слесарь там работает, и все остальные, да? Ну, да, вот здесь субботники работали Даже вот в доме у меня дворник болеет, я и живу Просто слесаря пришли, вычистили, в мешки все сложили, вынесли Они потом не говорят, что это не наша работа? Ну, это субботники, за три дня, я говорю, мы вот где дворник, нет, дворник там один болел, больница лежит Один там Вот и мы эти То есть, с пониманием все остальные относятся? Брошенными дома мы не оставили Коммерсанты? У вас очень много на первых этажах не жилых? Коммерсанты, они по своему периметру тоже все убирают, и перед домом, как вот по 45-м постановлению все Ну, и тоже субботник мыли, окна там, рекламу свою освежали То есть, их проверяют? Подкрашивали Ну, там предписание давали, когда снег нужно было возить, там что-то убрать, там все А так-то это здесь, они сами хотят, чтобы у них Чисто было? Чтобы приходили к ним? Праздник был, все подготовлено к празднику Ну, и в том числе, вот, ну, там есть и пивные, и все остальное, там тоже, да? Ну, там тоже, все аккуратно же, нигде ничего не валяется То есть, у вас прям какой-то рай Ну, это везде, кафе стоит, там, у входа, все, там, это изнутри кто-то, если вынес, он все равно на улице Не, мы в нефтяниках делали, много материалов, там не так все идеально, вот у этих пивных Ну, а если рядом сосед хорошо содержит, и тому стыдно, так же, как вот неплательщики Люди платят, а там, вот, смотришь, два человека на подъезде поедут, он сорвал, там, завтра снова, и он же висит Ну, как-то морально все равно, это Критикует Живет в коллективе, и все время его там с отрицательной стороны Как-то действует, с Ромарой Действует, да? Действует Без всяких судов, все, там, два-три раза, там, его повешал, там, можно одного на все подъезды Сразу обидно, пойдет, заплатит Александр Михайлович, ну, в связи с, вот, раз мы задели эту тему В связи с тем, как начислялся УДН, и вот, вот этот новый УДН по нормативам Неплательщиков стало больше? Да, намного больше, потому что люди, если протест какой-то есть, они не то что УДН платят, они еще и за обслуживание платят То есть, сразу? Вы как решили с УДН? Ну, мы сразу начали по нормативу, потом, ну, люди возмущались, мы приходили, приносите квитанции, 12 квитанций принесли, мы считали по среднему Ну, сейчас, вот, все упорядочится, там, новый будет норматив, и будем, там, говорят, что все будет по приборам учета По приборам учета, там, где они есть Такая колоссальная работа проделана, столько приборов учета постановить, их не использовать Это же, как-то, некорректно Ну, это изначально надо было это делать, но, видимо, у ресурсников были свои интересы Ну, как-то совсем все неправильно сделали, можно же было это на одном регионе отыграть А пропировать И все, а потом А потом уже Ну, это мы, скажем так, отдельная, опять же, тематика, но, тем не менее, то, что было сделано по этим УДН, это, мне кажется, просто какая-то социальная провокация Которую, не знаю, кто запустил Ну, сейчас уже, сегодня у меня помощник в интернете посмотрел все Сейчас вот нам счетчики мы будем и пломбировать, и все Общим имуществом будут вот эти в квартирах счетчики Это будет управляющим компаниям Тоже на нас возлагают Ну, потому что появились фирмы, вы же знаете об этом Помимо ресурсов, снабжающих организаций и так далее Лицензии дали странным фирмам, которые где-то Так вот никто и не выяснил Ни прокуратура, ни кто-то еще Где-то взяли базы данных пенсионеров И угрожающим голосом требуют И до сих пор требуют Вы обязаны там поверку провести Это 600-800 рублей, как минимум А то и больше Вот, и некоторые пенсионеры Ну, естественно, люди в возрасте Скажем так, поддаются на эти провокации А потом пойди докажи, что он таким голосом Что, ну, как я понял, они проходят Какую-то психологическую обработку Чтобы вот так воздействовать на людей в возрасте Скажем, когда они слышат молодежь На том конце провода Сразу они бросают трубки Но, тем не менее, вот базу Им кто-то предоставил базу Ну, они даже где срок поверки еще не подошел Так самое-то главное Что срок поверки еще не подошел Два года есть Год еще То есть, ну, человек волнуется Особенно пожилой А пожилые люди, они самые дисциплинированные Да Которые не имеют долгов Вовремя оплачивают квитанции в управляющую компанию Вовремя оплачивают квитанции за свет и так далее Ну, самые дисциплинированные Вот на них так воздействуют И получается такая казуистика Ну, я думаю, что опять же кто-то решил урвать там Ну, все это из Москвы идет Это же Москва у нас Господи, прости Вот Там это разрешили, это все Опять же, нормативные акты Государственная дума и все остальное И вот, пожалуйста, мы имеем вот этих ребят Ну, хорошо бы поскорее, чтобы управляющие компании занимались этим Потому что управляющая компания, она самая приближенная к людям Можно сразу сообщить старший по дому Потому что вот такие появились ребята, которые хотят счетчики проверять Сразу появится либо главный инженер, либо начальник участка, да? И наведет порядок Ну, это лирическое отступление Но, тем не менее, это надо Потому что опять пошли обращения Мошенники очень изобретательные УВД часто обращается к нам Чтобы мы на квитанции напечатали памятки для безопасности для собственников Дело в том, что они не мошенники, Александр Михайлович У них есть лицензия, им выдала Москва лицензия Не, я говорю, не только Ну, и такие методы, и другие Ну, да, есть явно Все как-то пытаются под разным соусом у людей деньги взять Ну, оно и раньше было, в советские времена пытались Но сейчас это гораздо больше Потому что рыночная экономика Фирм разных много Управляющих компаний много И, пользуясь тем, что якобы это конкуренция Вот дают лицензию этим организациям Так что, поскорее бы вам это все вернули Мы тоже сталкивались Там, или подъезды Вот жители там наобещают Они счет принесут Все, ну, согласовали Мы ставим, заходим работать Как бы аванс заплатили А потом мы и не можем найти И работу не доделали И мы еще не полностью выплатили И найти, бывает, до года не могли Вы имеете в виду, когда жители не обращаются в управляющую компанию А когда сами находят подрядчиков Ну да, где-то чьи-то предложения Кто-то там к старшим обратился Вот я тебе недорого, быстро Это активные женщины, как правило Светодиодное освещение там Дешевле там, как бы, вообще А потом тоже год пока нашли Там уже подключали органы Ну, как правило, я говорю Наши активные женщины находят таких Ну, чтобы от этого избежать Мы свое создали ремонтостроительное управление Второй год работы А я всегда говорил Вот когда мне говорили Что управляющая компания Не должна касаться Там капремонта Там проведение таких-то работ Таких-то Что вот надо проще нанять подрядчиков Я всегда говорил Если управляющая компания Хочет на доме работать Довольно продолжительный срок Она должна все делать сама Сама для себя И себя не украдешь Ты обязан сделать так, чтобы Да и сам от себя не убежишь Конечно Чтобы потом эксплуатировать Понимаете? Я об этом всегда говорил И слава богу Сейчас возвращается Все на круги своя Но я вот надеюсь Что вот это УДН Вас не подкосит Управляющей компанией И не разорит Но вот те нормативы Которые сейчас предполагаются Что упадет там в три раза Еще не стабилизированы Или в четыре норматив упадет Как бы я честно говоря Не до конца понимаю Что делать Мне кажется вот дома У которых нет счетчиков Там не знаю Будут уходить управляющие компании Или как-то еще Потому что ну это нереально По таким нормативам работает Так а норматив сейчас Вроде как будет снижаться Там в десять раз почти Ну по электричеству Он и там завышен Во столько В три раза В три в четыре раза Ну посмотрим как это будет Главное чтобы не подстрадал тот Кто эксплуатирует Непосредственно дома Управляющие компании По воде там небольшой норматив Там это Лихачева заслуга Он же судился Там все Как бы привели его в соответствие Там два-три года назад Но самое то главное у вас проблема Это проблема с неплатильщиками работать Вам же базу никто не отдал Я имею ввиду по тем кто должен Не ну мы же те деньги не собираем Это прямые платежи ресурсникам идут А ОДН теперь у нас Все это в нашей квитанции Это наша база Только я про это и говорю Не ну теперь мы сами все составили То есть уже знаете Ну мы же три месяца квитанции предъявляли Все у нас Уже есть Ну значит Ну пока видите Усилили там Двух человек приняли именно работу Там бухгалтера, юриста Конечно И человек Штат расширился Занимается Прием ведет по ОДН Там мужчина грамотный Кандидат наук Ну на пенсию С жизненным опытом То есть вы даже ученого взяли Да Он разбирается нормально все И рассказывает Глубоко эту проблему проник За три года там все попересчитал Все эти коэффициенты Это ноу-хау Вы пошли Привлечь человека Скажем так Научного К обоснованию Да Не получится ему сказать Да Ты вот там Обманываешь нас Ты из управляющей компании Собственно Человек из народа Сначала здесь На месте Сейчас вот пошел К ресурсникам К ресурсникам В гости Договариваться С ними Снять Ну это вы видите А так-то по идее Мне казалось Что Ну Должна быть система По которой они обязаны Передавать вам Все эти данные И все Ну видите Как надо все Полюбовно Оказывается Договариваться Уговаривать Чтобы возможность Такая была Чтобы Посчитали Но тем не менее Пока Компенсация По ОДН Потерь вот этих Это идет Из текущего ремонта Да Ну вообще Из размера И не только Из содержания И текущего ремонта То есть Я чтобы понимали Зрители Ресурсники Как выставляли Квитанции Управляющей компании Так и выставляют То есть И они Ориентируются Там никто До конца не знает Но в общем-то Ориентируются На поступление Платежей Прошлых лет Да Как я понимаю Ну вот Наш специалист Он Берет Предыдущие Платежи То что они выставляют И по каждому Дому Коэффициент Выводит Потом Легче считать Ну год пройдет Там какие-то Если отклонения Будут Плюс или минус То есть Разногласий Пока не было Что вы говорите Они больше выставляют Разногласия Есть у нас Вот я и говорю Мы вот Когда по среднему Приняли А нам потом Больше предъявили Конечно Они выставляют По максимуму Зачем это понимать Все Виновата Будет Управляющая компания Так В мифологии Народной Но я думаю Что этот вопрос Все-таки Надо будет Разрешить Все обоснованно Оспаривать Счетчики Счетчики Надо ставить Чтобы на всех домах Были общедомовые счетчики Тогда уже норматив Ну скажем так Будет Вас меньше интересовать Все По счетчикам считается Передача данных Существляется По счетчикам И тогда будет Честная ОДН Можно так сказать Непридуманная Ну к сожалению Время нашей программы Ограничено Хочу поблагодарить Александра Михайловича Шпакова Генерального директора Управляющей компании Жилищник 6 Спасибо, что пришли Рассказали подробно нам Не только о хорошем Но и о сложностях в работе Спасибо большое Ну а на этом На сегодня Программа Управдом закончена Всего доброго И до встречи До свидания Редактор субтитров А.Семкин